Друзья, всем большой привет! С вами Ирина Смогилова и у меня тут подоспел заказик Фаберлик. Давайте быстрее его рассмотрим. Мне само не терпится. Я не помню, честно говоря, заказывала я себе что-нибудь или нет. Но очень много интересненького в этот раз, поэтому давайте посмотрим. Как обычно, я заказываю пакетики. Вот такие вот малышечки. Обычно это двух размеров пакета. Вот такие вот малышечки для совсем маленьких заказов. И вот такие вот средненькие, самого оптимального размера пакеты. Поэтому в этот раз по парочке я тоже заказала. Запас не беру. Я заказываю обычно по факту. Вот сколько у меня клиентов заказали, столько я пакетов и себе покупаю. Дальше у меня здесь вот такая вот большая стопочка толстенькая из каталогов. Каталог в этот раз сразу понятно, чему посвящен. Он посвящен Дню влюбленных и 23 февраля, я так понимаю. Но 23 февраля, честно говоря, на этот праздник обложка совсем-совсем не похожа. Она, конечно же, исключительно похожа на такое вот праздничное оформление к 14 февраля. Все в шариках розового, красного, бордового, малинового цвета. И данный каталог будет действовать с 30 января по 19 февраля. Три недельки будет идти данный каталог. Я его еще не листала, не смотрела. Если будет время, сниму на него обзорчик. Если же времени не будет, то просто сделаю по нему заказ. Но посмотреть, конечно же, интересно. Вдруг какие-нибудь будут очень классные скидочки. Поставлю вот здесь горочкой и мы с вами идем дальше. Давайте, как обычно, начнем с такого большого. И вот, кстати, сразу, да, это как раз таки мой заказ. Это у нас ультракондиционер для белья. Я взяла именно в аромате золотая органа. Такой не брала. По-моему, брала в прошлый раз с пионом. А в этот раз решила немножко другой аромат. Давайте я сейчас его послушаю, потому что мне, часто говоря, само интересно, какой он по аромату. Слушайте, такой довольно яркий, насыщенный аромат. По-моему, пион был немножко более нежный, более деликатный. Посмотрим, как он будет открываться уже непосредственно на чистом белье. Но я вам сразу скажу, что я не в восторге, конечно, именно прям не в диком восторге от вот этих кондиционеров. Я пробовала один, как я уже сказала, с ароматом пиона. И я как-то, ну, совсем, совсем не впечатлилась. Не знаю, с чем это связано. Попробую, конечно же, еще вот этот. Все-таки я как-то надеюсь, да, надежда моя никуда не пропадает, что понравится мне. Потому что столько хороших отзывов я слышала на кондиционеры именно от Фиберлик. Так, что вот не могу поверить, что почему-то по каким-то параметрам мне не понравился. Я никак-то особые мягкости не почувствовала от них и аромата особенного не почувствовала. Вот очень хочется проэкспериментировать немножко с другим ароматом. И, наверное, потом еще попробую от Гринли тоже кондиционер. Потому что Гринли мне как-то линейка больше нравится. По крайней мере, вот средство для мытья посуды мне вообще замечательно зашло. В отличие от Фиберлик Хом. Но, как я сказала, надежды я не теряю. И очень хочется, чтобы все-таки на меня произвело впечатление это средство. Очень хочется. Хочу, чтобы стал любимцем, чтобы закупался именно Фиберлик. Потому что кондиционеры сейчас, честно говоря, в магазинах очень даже небюджетные. Я понимаю, что практически можно за такую же цену, которую я покупаю, допустим, вот такой кондиционер, за такую же цену можно взять вообще какой-то абсолютно безымянный кондиционер, который будет очень-очень жидким. И эффекта тоже от него абсолютно может не быть. Поэтому здесь, наверное, надо просто найти свой идеал. И очень надеюсь, что я в этот раз его найду. Все цены будут подписываться в левом нижнем уголочке. Это будут цены как раз-таки по предыдущему каталогу. По последнему, получается, каталогу 2022 года. А здесь у меня, между прочим, как раз-таки самый первый заказ нового года, 2023 года. Следующее, что у меня заказали, это вот такой пятном водитель кислородный Экстра Окси. И это средство я уже могу рекомендовать от всей души, потому что я данное средство использовала. И скажу больше, что у меня сейчас такая баночка тоже в использовании есть. То есть я его продублировала. И они мне, вот это средство, и плюс еще есть отбелитель тоже в такой же упаковочке, они мне, эти два средства, очень и очень нравятся. Я замачиваю белое белье, буквально перед стиркой, где-то на часика-два, вот в смеси этих двух средств, пятного водителя и отбеливателя, и мне очень нравится эффект. Так как во время носки белые вещи, они чаще всего какие-то становятся более желтыми, более серыми. А это средство, вот этот микс из двух средств, оно в реальности, прям я визуально вижу, как оно отбеливает. Я, честно говоря, не думаю, что, то есть, наверное, не знаю, насколько именно пятна выводит данное средство. Я его применяю вот именно как вот такой прям концентрат для замочки белья, для замачивания белья, чтобы высветить белые вещи, и замечательно это средство работает. Как пятноводитель я его, честно говоря, не использовала ни разу, именно так, чтобы прям на пятно нанести, не пробовала. Честно говоря, удивительно, потому что он, в принципе же, пятновыводитель, но вот почему-то я совсем по-другому его использую. Дальше у меня здесь два средства, два одинаковых средства. Это мыло для кухни, устраняющие запахи. В данном случае у меня мыло с ароматом экзотические фрукты. Средство 5 в 1 убирает неприятные запахи, мягко, эффективно моет и не сушит кожу рук. Это довольно популярное средство, как в принципе, так и в моих заказах, потому что, по-моему, последние 2 или 3 каталога точно у меня эти средства попадались в заказиках. Хорошее средство, но, вы знаете, сама до сих пор я так и не пробовала. Я когда себе беру, мне постоянно получается так, что кому-то передариваю, поэтому сама не воспользовалась. Да и, честно говоря, я не особый любитель, наверное, мыла именно на кухне. У меня мыла на кухне вообще в принципе не стоит. Если мне нужно помыть руки на кухне, то я использую средство для мытья посуды. Оно у меня, кстати, тоже от Фаберли, как я уже сказала, от Гринли. И тоже замечательно, совсем данное средство справляется, и запахов не оставляет, и кожу рук не сушит, поэтому вот у меня универсальное, можно сказать, средство. И второе мыло, как я уже сказала, их у меня 2. Это вот такое мыло, это уже аромат, ароматное яблоко, да, масло масляное, но вот получилось, что именно аромат так называется. Такое вот с желтой этикеточкой, но оно одинаково, как вы видите, по цвету, что одно, что второе. И, ну, рассказывать здесь уже ничего не буду, только что все рассказала, свое мнение и свое мнение. Нет, своего мнения не сказала, так как не пробовала. Но в заказах появляется часто, поэтому делаю выводы, что средство очень и очень хорошее. Дальше вам покажу вот такое средство. Это у нас, так как оно правильно называется, гель для интимной гигиены. И он у нас с афродезиаками. Очень люблю эту льнеечку. Это у нас Торида Амур. У меня до сих пор в использовании их обновление, которое было с ароматом клубнички. И на вид, и по аромату, то средство, которое у меня в использовании, это как будто бы клубничное варенье. Настолько потрясающе, вот более правдоподобных, наверное, ароматов я еще никогда не встречала именно в таких вот средствах. Очень-очень его люблю и уверена на 100%, что это средство тоже будет хорошее, потому что у меня тоже такое было, только, по-моему, розовенькое, в розовой упаковочке. Тоже очень-очень понравилось. Во-первых, небольшой удобный объемчик, здесь всего 200 миллилитров. Во-вторых, есть вот такая вот помпа, что тоже упрощает его использование. Ну и тоже приятный аромат, никаких негативных последствий от него я не видела. Все было просто замечательно, очень комфортно, очень классное средство. Следующее вам покажу. Это мой заказик. Я заказала себе. И это, между прочим, тоже дубль. Это повторка, потому что у меня было такое средство, и оно закончилось. К сожалению, аромат был просто бесподобный. Вот сейчас только не вспомню, с чем именно, но, по-моему, тоже был именно энергия назывался. Это у нас ароматизатор для дома. Палочки у меня есть. Давайте сейчас попробую его открыть. Очень аккуратненько. Вот так выглядит ароматизатор. Очень красивое, честно говоря, визуально темное стекло, и у него должен быть потрясающий аромат. Кстати, через крышку абсолютно не пахнет, но, насколько я помню, если это тот же, который я заказывал в прошлый раз, а он мне, судя по входящим маслам, именно он мне понравился, как в прошлый раз, так и в этот раз, то это просто божественный аромат, именно цитрусовый. Мне нужна энергия сейчас зима, я очень не высыпаюсь, мне не хватает сил, не хватает энергии. И я хочу за счет хотя бы вот таких вот моментов, хотя бы за счет ароматерапии и вот этих масел, которые должны повышать настроение, придавать силы. Я хочу, чтобы вот эти аромамасла, они были в моей жизни и давали как раз-таки эти силы, эти эмоции, эту энергию. И буду с огромным удовольствием пользоваться. Единственное, что я слышала отзывы, что очень хороший запах, очень сильно распространяется, то есть его хватает, допустим, на всю комнату, но у меня почему-то такого не было. То ли я к нему привыкла, я его не чувствовала во всей комнате, но я держала этот флакончик на, как вам сказать, на тумбочке, да, получается, возле кровати со своей стороны. И когда ложилась спать, я, конечно, его чувствовала. Он мне абсолютно не мешал, он иногда мне казался очень ярким, очень насыщенным, иногда более нежным, более таким деликатным, таким парящим прям в воздухе. Но всегда-всегда он мне нравился, и я обалдела от него, если честно, поэтому у меня закончился, и я вот заказала себе новенький, и теперь тоже он у меня встанет туда же, на его место, и будет меня радовать. Следующее средство, которое я вам покажу, заказали у меня... Так, где фокус? Заказали у меня в первый раз вот такое средство для ногтей, по-моему, это средство для кутикулы. Так, это гель для удаления кутикулы с маслом органа и витамином Е. Такой небольшой здесь объемчик абсолютно. Так, где объемчик? 40 мл. Я подобными средствами, если честно, не пользуюсь, потому что я маникюр как бы не сама делаю, но, наверное, эта штука очень полезная. Я как-то один раз в своей жизни пробовала гель для удаления кутикулы, он на мне не работал вообще, поэтому я как-то очень предвзято отношусь к таким подобным средствам. Но про этот ничего говорить не буду, потому что в заказ он мне попал, честно говоря, в первый раз. Дальше у меня заказали вот такую тушь Faberlic Extreme Lange & Volume Mascara. У меня такая тушь была, как раз-таки совсем-совсем недавно показывала ее в пустых баночках, в своих пустышках декоративной косметики. Тушь не плохая, но на моих ресничках она просто не делала какого-то вау-эффекта, а мне хочется такой эффект, мне хочется, чтобы глаза были выразительны, поэтому в данном случае хорошая тушь, достойная тушь, но он, наверное, просто не самое-самое лучшее, что я бы хотела для себя. А в целом очень даже могу похвалить, и у меня, кстати, ее тоже довольно-таки часто заказывают. Делаю выводы, что людям она тоже очень-очень нравится. Открывать, конечно же, не буду, потому что здесь все запаковано, и этот продукт не мой, но если вы посмотрите видео с пустышками где-нибудь, здесь ссылочку вам оставлю, то там вы как раз-таки увидите, какая у нее щеточка, и там я тоже свой отзыв даю. Дальше хочу вам показать карандаш пятного водителя. Я решила его вскрыть, хоть это и продукт не мой, я думаю, ничего страшного не будет, здесь никак невозможно его повредить. Это вот такой вот карандаш, продается он вот в такой упаковке, Faberlic Home, карандаш пятного водителя универсальный. И для меня это идеальный пятновыводитель. Еще ни одного пятна не было такого, с которым бы данный карандаш не справился. У Faberlic, насколько я помню, есть два средства, ну, я так понимаю, одинаковые практически направленности, одно в спрее, а другое в виде карандаша. И вот, честно говоря, если сравнивать эти два средства, то спрей все-таки несколько проигрывает карандашу, потому что были случаи, когда спрей не удалял пятно до конца, но от случая с карандашом таких подобных моментов не было. Со всем он справляется, все что угодно, любые пятна, которые у вас появляются, любые пятна, он с ними справится. И при этом, при всем, у него очень и очень бюджетная цена, поэтому это просто удивительное сочетание классного, просто потрясающего эффекта с низкой ценой. Если вы еще не пробовали, я вас очень прошу, не пожалейте, там сколько он сейчас стоит, 100, 130, ну, 150 рублей, наверное, максимум. Не пожалейте денег, возьмите и попробуйте. Здесь у него, как вы видите, вот такие вот не отметки, получается вот такие деления. Вы можете не открывать сразу весь, открываете верхнее деление, и, соответственно, вам удобно его держать. Как только у вас он стирается, вы, соответственно, открываете следующее деление. Очень удобен в использовании. То есть в данном случае тоже за нас продумали, чтобы было максимально удобно его держать в руках, чтобы он не выскальзывал, именно вот за счет того, что открывать и пользоваться мы можем именно вот поочередным, по как бы отлистывая по одному уровню. Дальше вам покажу еще одну тушь, которая у меня есть в заказах. Это у нас First Class Volume Booster Mascara. Открывать я сейчас не буду, потому что, честно говоря, я не совсем сейчас вспомню мой это заказ, или у меня все-таки ее заказали, но я вам могу тоже по ней отзыв оставить, потому что именно в текущий момент я пользуюсь такой тушью. Не помню, кстати, я ее снимала в пустышках или нет, потому что она у меня была в пустышках, и я ее уже практически собиралась выбросить, но посмотрела, что еще на кисточке очень много туши осталось, решила попробовать накрасить. Как же мне понравился эффект. Глазки просто потрясающе выглядят. Вот здесь как раз-таки есть этот эффект, как будто бы реснички накладные. Но, как вы знаете, они в любом случае будут натуральные. То есть получается вид такой, что у вас реснички либо накладные, я не знаю, либо нарощенные, но при этом вы знаете, что они ваши. И это очень классный эффект. Вот такой эффект я люблю. То есть если тушь на моих глазах есть, она должна быть действительно классно выглядящей. То есть она должна и придавать объем, она должна удлинять, она должна делать взгляд очень эффектным и очень красивым. Эта тушь мне этот эффект дала, поэтому я вам от всей души ее советую попробовать. Она тоже, кстати, была по какой-то очень бюджетной цене. Подпишу обязательно. И ее можно поймать по хорошим акциям, поэтому ловите, смотрите, ищите. Я уверена, что вы не разочаруетесь. Ну и последнее, что у меня было в заказе, это были тени. Тени это из новенькой коллекции, которая не так давно вышла у Фаберлик. Это Ицклея. И тени, кстати, шли вот в такой коробочке. Очень интересненькая. То есть они не просто без коробки. В коробочке все хорошо сохранилось, все хорошо дошло. Сейчас попробую открыть, если они не закрыты, чтобы вам показать оттенок. Так, открыла очень аккуратненько. И вот такая блестящая красота. Естественно, скотч я делать не буду, потому что это тени не мои. У меня их заказали. Но выглядят очень красиво. Между прочим, там очень много разных, ярких, красивых оттенков. Обязательно присмотритесь. По качеству единственное, что сказать, ничего не могу, потому что не тестировала, не знаю. Но у меня, кстати, была из этой линейки Ицклея помада. Помада «Бальзам для губ». Она мне очень-очень нравилась. Она губки такие делала, вы знаете, прям естественного цвета, но при всем при этом они на вид были просто потрясающе ухоженные, увлажненные. И вот этот эффект мне очень от данной помады понравился. Вообще, сама вся линейка Ицклея, она такая, как вам сказать, и экологически чистая. И упаковка у нее создана из тех материалов, которые потом идут в переработку. То есть, она такая вот вся эко, она вся какая-то из нано-технологий, насколько я помню. В общем, самое-самое современное. И уверена, что продукты внутри этой косметики, то есть, внутри вот этой крутой классной упаковки, они тоже сделаны из очень хорошего сырья. Ну что, все. Вот такой небольшой заказик у меня был. Но, как я и обещала, он был интересный. Есть продукты, которые у меня из раза в раз повторяются, но есть продукты абсолютной новинки или продукты, которые давно не было. Например, вот этот диффузор, который я все же дала на него скидочку, и у меня был купончик на скидку 50%, я потратила как раз-таки на него. Я надеюсь, что вам заказ понравился. Я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Если так, то огромное вам за это спасибо. Буду очень рада, если вы поддержите меня лайком. Обязательно пишите комментарии. Я рада каждому комментарию, каждой весточке от вас. Мне это всегда очень-очень приятно, и это меня стимулирует делать всегда больше и лучше. Ну и все на этом. Наверное, точно буду сейчас закругляться. Спасибо, друзья мои. Всем желаю отличного настроения и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok